Замечательный политолог Аббас Галямов. Аббас, приветствую вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Все хорошо слышно, все нормально. Ну, Аббас, в первую очередь мы хотим услышать вашу реакцию на то, что произошло в пятницу на ордер об аресте Путина за свершение военных преступлений, преступлений против человечества, против человечности. Я напомню, что первое это похищение детей, а второе это обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Вот как бы вы это прокомментировали, хорошо это или плохо? Ну, для противников путинского режима это хорошо, для него, для его сторонников это плохо. Российские элиты, знаете, процентов 90 из них сейчас погрузились в депрессию, потому что, конечно, это такой мощный индикатор того, что, вот если до этого у них были надежды, то как-то вот все рассосется само по себе, то, значит, вряд ли на это стоит надеяться. Такой внятный сигнал, что не надейтесь, не рассосется. Если вы думали, что вы в положении, ну, я, дескать, что, я тут примус подчиняю? Я маленький человек, я выполняю поручения начальства, ничего плохого лично я вот не делаю, соответственно, ну, за что меня судить? Но вот теперь международное сообщество послало этим людям четкий сигнал. Вы не просто выполняете поручения, вы, по сути, являетесь соучастниками преступной деятельности человека, обвиняемого в уголовном преступлении. То есть, да, пока вердикт суда еще не вынесен, пока Путин еще не является обвиненным, но большой шаг в этом направлении сделан, юридически значимый шаг, ордер на арест, это очень серьезно. И, ну, для элит, значит, повторюсь, которые, подавляющие большинство, из которых все-таки вот рассчитывали, что как-то вот пронесет, ну, тебе становится понятно, что вот плыть просто по течению нельзя. Течение несет не туда, куда надо, надо что-то делать, надо куда-то грести. Что делать-то непонятно. По идее, ну, надо отползать куда-то, но как отползешь? Путин же сейчас отползание сочтет за предательство, а как он с предателями расправится, ну, можно себе примерно представить. Поэтому отползать страшно. Вроде как логика подсказывает, что надо тогда его свергать, но никто же не знает, как это делать. Эти люди всю жизнь угодничали, так сказать, или заблюдничали, чуть-чуть крысятничали, ну, то есть занимались, знаете, построением нормальной такой бюрократической карьеры. Они никогда не играли в собственные политические игры. Они не привыкли рисковать, принимать решения. То есть это навык нравиться другим, это не тот навык, который, значит, поможет тебе организовать государственный переворот. Поэтому и это тоже получается вроде как невозможно. Ну, вот они, в общем, в этой связи, конечно, растерянные, доминирующие эмоции, там, похоже, депрессия. Есть какое-то количество людей, в первую очередь, это группировка так называемых ясеребов Сечина-Патрушева, которые восприняли, я думаю, происходящее с таким чувством внутреннего удовлетворения. Они всегда делали ставку на эскалацию, в последнее время особенно. И, в общем-то, вот то, что они сейчас получили, это, так сказать, исчезновение вот этой проклятой возможности. Да, когда был риск, что время от времени он обострялся, что Путин попас под влияние вот этих проклятых Сеслибов, вот у вас на картинке, на Биулина там, например, да, или там Собянина, или Мишуев. Сеслибы — это системные либералы. Да, да, да. Послушайте, Аббас, а мне всегда казалось, что Сечин, наоборот, смотрит в другую сторону, потому что он ни разу ничего там в поддержку войны не высказывался, он все время в тени находится, и он вроде бы действительно примуса подчиняет. Нет, он вообще, он редко, когда, крайне редко, когда вообще публично о чем-то высказывается, но это один из самых страшных ястребов российской политики, и в этом смысле, ну, никаких людей быть не должно. Это ближайший соратник Патрушева, ну, они, в общем, на двоих, вот они, они лидеры вот этого крыла, и они рисковали, в принципе, время от времени, действительно тем, что вот эти сесливы убедят Путина в том, что, ну, не получилось, Владимир Владимирович, давай маневрировать, давай договариваться с Западом, давай, значит, там, переговоры начинать. Они рисковали, что в какой-то момент они окажутся не у дел, они окажутся сторонниками отвергнутого курса, и тогда, ну, они Путину точно не нужны, и тогда на них вообще всех собак могут повесить, вот, ответственность за все происходящее, за эскалацию, так сказать. И, ну, это им не нравилось. А тут все, Путин гарантированно с ними в одной лодке. То есть, ему деваться некуда. Вот этот вариант, что он запустит проект-приемник, который маячал на горизонте, и казался временами вполне реалистичным, и приемником был бы не кто-то из них, а был бы кто-то из вот этих проклятых технократов, чеслибов, но вот этот вариант теперь малореалистичен. Ну, какой может быть преемник ситуации, когда ты уже под судом ходишь практически? Значит, действительно, шанс попадать на этот вариант. Это значит, эскалация, вперед, так сказать, дуй до горы. Ну, а для них, ну, такая Россия превращается в Северную Корею, да, без попыток всяких там полутонов, маневров, и то, чем всегда пытался заниматься Путин. Значит, и для них это, ну, такой, это шанс, если можно так выразиться. То есть, надо до конца работать на эскалацию, в любой сложной ситуации идти на обострение, в конце концов, закончиться тем, что власть, когда Путин совсем, значит, исчахнет, он будет опираться только на них, деваться ему будет некогда, и власть, он передаст сыну Патрушева, Дмитрию Патрушеву, нынешнему министру сельского хозяйства. Вот, есть цель, понимаете? И в этом смысле... Скажите, Аббас, вы затронули очень интересную тему, я хочу вот немножко ее сместить, вот в каком плане. В последнее время среди российской либеральной оппозиции идут споры по поводу олигархов, которые оказались под санкцией по поводу элит. Они говорят, что вы этим людям не оставили никакого пути, отходного пути, они только из-за санкций, они только консолидируются вокруг Путина, мы не предусмотрели никакой механизм выхода из-под санкций, и, значит, поэтому санкции, вот эти санкции контрпродуктивны, они не достигают своей цели, и вот вы знаете, я говорю про письмо в поддержку снятия санкций с Фридмана и Авена, вот, но с другой стороны, мы до сих пор никакого отступления ни от кого не видели, то есть они прям вот уже консолидированы, я не знаю, есть ли место думать о том, что кто-то из них захочет соскочить и не найдет вот этого отходного пути, не будет знать, как соскочить, и останется с Путиным. А искал ли там вообще кто-то эти отходные пути? Они не могут не искать. Очевидно, что они ищут все, за исключением, повторюсь, вот нескольких таких ребят, которым ну совсем ничего на Западе ловить, вроде Патрушево-Исечино, значит, все остальные, они всегда были туда ориентированы, достаточно посмотреть, где они покупали недвижимость, куда перекачивали деньги, где у них у самих дети, гражданство, значит, везде там, вот от Англии до Италии, от Англии на севере до Италии на юге, они все там, 90% российских элит, 95, наверное, было ориентировано вот именно туда. И, конечно, они думали о том, как бы вот сделать так, чтобы отскочить как-то, и в том числе варианты со свержением Путина, ну, в голове теоретически, они, конечно, там прокручивали, они не могли не прокручивать. То есть в той ситуации Аховой, которой они оказались, когда весь и вся их жизненная стратегия потерпела неудачу, они оказались у разбитого корыта на старости лет, значит, ну, невозможно, что ты не будешь прокручивать разные варианты. И один из тех факторов, которые сделали их возмущение против Путина, их борьбу с Путиным невозможной, это как раз отсутствие вот того, что называется exit strategy, когда им запад не предложил путей отступления. Ну, дескать, сверкайте Путина, и все нормально. Вот вам, мы тут же снимаем с вас санкции, мы тут же, значит, возвращаем все арестованное имущество вам, вот вам, пожалуйста, гражданство, и так далее. Ну, действительно, ведь когда ты планируешь заговор, ты очень сильно рискуешь. ты понимаешь, что лучше всего такую вещь организовать, например, значит, ну, вот в самый решающий момент лучше быть до границы, на всякий случай, спокойнее будет. А если ты знаешь, что ты уехать за границу не можешь, и ты вынужден сидеть в Москве, ну, так ты и не рискнешь, так ведь? Я не утверждаю, что это единственный фактор, и даже не говорю, что он главный, но он один из, и им пренебрегать тоже нельзя. То есть Западу действительно резонно было бы, рационально было бы, такую вот стратегию выхода предложить. Понятно, что Запад не может официально, ну, по крайней мере, до последнего момента, он все-таки боялся официально объявить, значит, своей целью свержения Путина. Ну, потому что Запад не хотел эскалации какой-то до бесконечности, все-таки, да, Россия — ядерная держава и так далее. Поэтому вот такую позицию сам, может, он занять не мог, но там же мощное гражданское общество можно было простимулировать, я не знаю, например, какое-то адвокатское объединение заявляет, что мы, дескать, вот мы, как гражданское общество западное, заявляем, что если кто-то из российских олигархов все вот это сделает, то мы вот сами вместе за свой счет пойдем по всем судам, возьмем этого олигарха за руки, мы спать не будем ни дней, ни ночи, пока не снимем с него все санкции, не дадим ему граждаться, не сделаем его тут у нас нашим членом, великим человеком и так далее. Ну, то есть, условно говоря, бывшие президенты о том же самом говорят, типа Билла Клинтон и Барак Аббалов, значит, представители политических партий говорят, то есть, не представители правительств, да, окей, они связаны своими должностями, но, ну, то есть, представители западного эстеблишмента, если бы они эту точку зрения в целом раскачали, то российские элиты, они, ну, у них цель бы такая, направление движения, вот, какое-то появилось, ну, появился бы свет в конце тоннеля, да, какая-то вот путеводная звезда, а пока нету этого, да, пока они просто боятся, с одной стороны, они боятся Путина, с его, значит, ФСБ и Перегожиным, а с другой стороны, они боятся Запада, который их обкладывает санкциями и объявляет преступниками и консистует у них все, что нажито, не поселим, это удобно. Аббас, ну, вот, если я ошибаюсь, поправьте меня, но, по-моему, есть такой механизм выхода, то есть, по-моему, есть сформулированы три условия, во-первых, значит, олигархи должны осудить публично агрессию России против Украины, во-вторых, они должны прекратить платить налоги и каким-то образом работать в России так, чтобы это могло как-то, хоть как-то поддерживать, значит, военную машину в России, и третье, значит, помощь Украины, какая-то существенная часть их состояния должна быть направлена на помощь для восстановления Украины. По-моему, это сформулировано. А кем это сформулировано? Нет, это на уровне идеи, кто-то из оппозиционеров, то ли Волков, я не помню, но кто-то из них это формулировал. Это, по-моему, ФБК формулировали для того, чтобы вывести из их списка, которые они формировали. Ну да, но Запад, олигархи уже тревожит не список ФБК, их тревожит позиция Зрапада, а Запад молчит по этому поводу. Понимаете? Да, но вы видите, что Фридман и Авен хотели снять санкции, они обратились к ФБК, они обратились к другим либералам, чтобы те дали им... К Льву Яшину, чтобы те дали им рекомендации... К Илье Яшину, извиняюсь. Ну, то есть, да, мы видим, что они, значит, вот правой рукой пытаются почесать левое ухо. У них никак не получается, рука не дотягивается. Получается плохо. Вот это мы и наблюдаем. Я же ровно об этом и говорю, что какой ты заговор организуешь, когда ты вот сидишь в раскоряченном таком виде. Ну да, ну да. А скажите, пожалуйста, вот понятно же, что это только первые ласточки, вот дети и обстрелы и инфраструктуры. Это то, что вот лежит на поверхности, то, что уже можно подвести какую-то доказательную базу. Но дальше же будет больше, дальше же пойдет второй, круг третий. Вот это Львова-Белова, так получилось, что она оказалась первая, да, вместе с Путиным в первом, значит, раунде этого Гаагского трибунала. Но они же тоже могут в эти списки попадать, и тогда уже все. Это значит пожизненно. Ну, либо бежать в Анголу какую-нибудь, либо идти под Гаагский трибунал. Ну, я поэтому и говорю, что радуются все вот эти ребята из серии Сечин-Батрушев, потому что, да, они понимают, что все эти проклятые сеслибы, которые пытаются сидеть на двух стульях, сманеврировать, и в любой момент могут предать, они окажутся в положении, ну, когда-либо надо прямо сейчас бежать, все бросать, но либо надо пресекать уже на верность им, Ястребам, Путину, и сплачиваться вокруг них, подносить снаряды, ну, и становиться такими же уже неотделимыми от самого Сечина с Патрушевым. То есть, решение в этом смысле будет подталкивать российские элиты, те, которые будут попадать под санкции в объятия к Путину. Дескать, все, у нас нет других вариантов, мы спасаемся все вместе, вот на одном плоту плывем. Но я в этом смысле точно не собираюсь делать выводы о том, что решение значит плохое, потому что оно подталкивает элиты к сплочению, а не раскалывает их. Фетеризировать раскол я тоже не собираюсь. То есть, я понимаю, что если есть возможность его, этот раскол организовать, это надо делать, но если возможности его организовать нет, то сидеть и ничего не делать точно нельзя. Да, и в принципе, похоже, что Запад избрал вот стратегию, аналогичную той, что в свое время избрал Рейдер в отношении Советского Советского Союза. Знаете, на протяжении долгих лет, даже десятилетий на Западе доминировала в Америке, доминировала точка зрения, которую материализовал, например, Ницин, значит, что давайте все-таки договариваться с Советским Союзом, разрядка, значит, покончим с гонкой вооружений, и вот 60-е и 70-е годы, это годы поиска компромисса и улучшения отношений между США и Америкой. И потом на смену приходит Рейган, который говорит, вы о чем, с кем вы договоритесь, это же империя вла, вы еще с ума сошли, с ним надо просто последний решительный бой, так сказать, и начинает взвинчивать гонку вооружений, все вокруг ужасаются, значит, а он запускает эту программу «Звездные войны», да, и Советский Союз отвечает эскалацией, тоже начинает гонку вооружений, начинается вот в первой половине 80-х это ускорение этого процесса, Советский Союз надрывается в этой гонке, значит, и умирает, да, то есть реформа Горбачева, это была попытка, почему их санкционировали силовики, даже не то же санкционировали, они же просили каких-то реформ экономических, потому что они понимали, что они гонку вооружений американцам проигрывают, им нужны были деньги тупо, им нужны были ресурсы, значит, им нужна была более эффективная экономика, поэтому они санкционировали экономические реформы, которые переросли потом в перестройку и так далее, сами знаете во что, и Советский Союз умер надорвавтость в этой гонке, то есть, в принципе, вот если предположить, что все российские элиты сейчас в результате действий вокруг Путина и все будут превращаться в таких сеченных и в патрушевых, ну окей, давайте, дуйте до горы, ну в конце концов, а что вы с украинцами можете сделать, то есть все равно от них лоп расшибет, да, ну наращивайте, давайте гонку вооружений, давайте, у кого экономика первая, первая сдохнет у вас или у нас, вот, то есть, это закончить, закончить неужу, другое дело, что, конечно, в самой России на протяжении какого-то времени, какого-то количества лет будет твориться адский ад, ну прям репрессии сталинского типа, да, перед тем, как все умрет, будет очень тяжело, если бы этот сценарий не реализовал, был шанс, что на самом деле может быть и обошлось без большого кровопролития внутри России, без такого завинчивания гаек, ну то есть, Путин, условно говоря, понимает, что все-таки он зашел в тупик, и, не дожидаясь окончательного развала и коллапса, и революции, значит, передает власть преемнику, условному Собянину, да, и, значит, тот начинает постепенно нормализовать ситуацию с Западом, реформы, ну примерно так, как реформировался с Испанией после Франции, например, очень спокойно, без истерик, поступательно, без кровопролития, значит, буквально за несколько лет стал нормальным демократическим государством из автократии вроде нашей нынешней российской, вот, была возможность, был такой вариант, что, может быть, у нас вот так пойдет, но, похоже, что не судьба, теперь рассчитывать, что вот Путин, став фигурантом уголовного дела, пойдет по такому сценарию, уже, наверное, не приходится, значит, вот этот сценарий развала Советского Союза, сначала все плохо, потом все рушится. Аббас, а как вы думаете, как сам Путин воспринял известие о том, что он теперь находится в международном розыске, вы же его знаете лично, вы же читаете, что у него написано на лице, вот он путешествует сейчас там по некоторым регионам Украины, и мы видим его лицо, что вот вы там читаете на этом лице? Ну, я думаю, что он, конечно же, возмущен, то есть, доминирующая эмоция, это возмущение, то есть, с его точки зрения, это просто беспредел, это нарушение вообще всех правил, это просто свинство, ну, потому что, как можно судить, так сказать, великого правителя? То есть, с его точки зрения, он, у него мир очень эротичный, он богоизбранный, так сказать, богоравный, да, его нельзя земным судом судить, только суд небесный, божественный, и поэтому тот факт, что против него главы государства возбуждается уголовное дело, как против какого-то, значит, уголовника средней руки, то есть, его с небес не взорвают на землю, срывают с него тогу государственного деятеля, метафорически выражают, и рядят в одежду обычного запя, но, с его точки зрения, это, конечно, еще одна доказательница того, что Запад беспредельщик, и с ним договариваться не о чем. Я думаю, у Путина... Он же юрист, он вообще, говорят, он такой легист, ему надо обязательно, чтобы была бумажка с печатью, чтобы все было оформлено, как по закону, но неужели он никогда не слышал про военные преступления? Вот он считает, что стратегия это долбать эту инфраструктуру, вот он получил, или там увозить детей в Россию, вот он получил, то есть он не может быть, чтобы он не слышал о том, что существуют военные преступления, преступления против человечности. Закон, с его точки зрения, для колопок, а для дворян, нет закона, потому что они руководствуются какими-то более высокими соображениями, высшими какими-то целями, ему там не до каких-то людских жизней там, понимаете, он о величии России думает, какие тут военные преступления, ну, во имя такой великой цели, как величие России, спасение России, от бог знает чего, непонятно, что ей угрожает, но на всяком случае ее надо спасать, безусловно, во имя этого величия России, там, ну, какое-то количество жертв, ну, лесу рубят, щетки летят, вот же его менталитет, понимаете, поэтому... Нет, причем же он же думает, что все так делают, он реально верит в то, что, ну, все преступники, все власти во всех странах нарушают закон, убивают людей, коррупция, и везде это происходит, он реально в это свято верит, но вот, а почему-то вот несправедливо наказывают его одного. Да, да. А скажите, пожалуйста, завтра должен, по идее, прилететь Си, Си Цзиньпинь, как объявление Путина в розыск в Международном уголовном суде повлияет на позицию Китая, потому что, ну, не очень-то Мильфо сейчас с Путиным ручкаться, подписывать какие-нибудь там коммунике, там, какие-то договоры о дружбе и любви, в общем, как это повлияет на ваш взгляд? На самом деле, ну, все, что способствует слабости Путина, некоторым образом на руку Си. Ну, то есть, Путин все больше зависит от Си. Понимаете, артачится, меньше будет, значит, значит, будет делать о том, о чем попросим. Поэтому, в принципе, стратегия Си, я думаю, не поменяется. Да, надо будет чуть так более сдержанно, более холодно себя вести, чтобы тень от всего этого на него самого, на Си, не пала. Да, но, но поменять в целом свои планы, конечно, ну, я думаю, Си, Си, не ва чем. Значит, его интересом отвечает продолжение войны. Для этого нужно, чтобы Путин не, его режим не пал, надо его поддержать. Просто потому, что пока главный плохой парень на мировой сцене, значит, Путин, Си, не до Си, американцам. Американцам некогда с ним разбираться. А вот когда Путин рухнет и победит, и не дай бог в России еще демократия воцарит, вот тогда уже окрыленные вот эти вот страны демократической коалиции, которые американцы сколотили в поддержку Украины, они тогда ведь в сторону Китая могут повернуться со словами «А что у вас там с правами человека-то?» И вот тут уже могут быть проблемы. И для этого, чтобы этого не случилось, нужно, чтобы Путин подогревал вот этот костер, чтобы весь мир нуждался в Китае как в посреднике. Поэтому... Но с другой стороны, вот он же собирается после встречи с Путиным позвонить Зеленскому. Вот как он будет говорить с Зеленским? Он будет говорить, типа, садитесь за стол переговоров, Зеленский скажет с кем? С человеком, который совершил военные преступления против моей страны? Как вы себе это представляете? Вот мне кажется, что здесь у Си совсем не задастся. Нет, никаких проблем не будет, он скажет. Владимир, конечно, я тебя прекрасно понимаю. Конечно, гибнут люди, это ужасно. Ты не поверишь, я с утра до вечера их оплакиваю, эти дети, эти матери погибшие. Это ужасно. Но ведь это как-то надо остановить. Ну, мы с тобой президенты, мы должны быть прагматиками. Но есть у Путина ядерное оружие, и ничего мы с этим не поделаем. С этим надо считаться. Есть у него возможность мобилизовать российскую экономику. Есть еще потенциал. да, он убил уже, там, условно говоря, сто тысяч человек. Ну, так он же убьет еще двести. Но не лучше ли его остановить сейчас? Давай, давай, вот возьмем себя в руки, отбросим эмоции и сделаем это во имя наших собственных еще не убитых, еще живых граждан. Понимаете, вот Си это станется вообще на раз-два. Без всяких проблем он выдаст вот то, о чем я сейчас сказал, сто раз лучше, сто раз красивее. Знаете, если нам довелось бы это услышать, мы бы плакали от умиления, как бы он это сказал. Так что, не, это не проблема. Да, но в китайском мирном плане сказано, что Китай уважает территориальную целостность и суверенитет Украины. Значит, Зеленский может предложить, давайте первым пунктом Россия выводит свои войска с оккупированных территорий Украины. Что Си на это может ответить? Он скажет, Владимир, ты не поверишь, я все утро его уговаривал. Ну, не согласен, ты знаешь, уперся, черт знает, что с ним делать. Ну, давай вместе решим, что сделаем. Понимаете? Ну, работа посредника заключается в том, чтобы туда-сюда вот ходить с предложениями. Понимаете? Вы так пытаетесь сейчас поймать Си в ловушку, как будто реальной задачей Си является прямо сейчас остановить войну. А это не является его реальной задачей. Ему процесс важен. Ему важно, чтобы весь мир на него с надеждой смотрел и ждал, когда он наконец-то их всех там успокоит. Вот он в этом процессе будет жить и чувствует себя комфортно, как рыба в воде. Скажите, Аббас, вот как вы объясняете эту его поездку в Крым? Довольно странную. Вот его объявляют в Международный уголовный суд за похищение детей, и он едет тут же в Крым открывать там какую-то детскую художественную школу. Это как-то связано? И вообще у меня такое было впечатление, что это какие-то консервы заранее заготовленные. Да нет, я не вижу оснований считать, что это консервы. К тому же, ну, издание Бердка, у них хорошие источники там в Кремле. Они говорят, что по данным их источников визиты не готовились. Это действительно спонтанное что-то было. Изначально там было запланировано только телекторное совещание по поводу социально-экономического развития в Севастополе, то есть из Москвы. Значит, вполне возможно, что это была вот срочная попытка. Ну, надо же как-то отреагировать, надо же продемонстрировать, что мы не испугались. А то, представляете, новость, значит, в пятницу вечером, что Путина объявили в Ротовске, после этого Путин затихарился на дно, залег, ага, в луньке спрятался. Ну, то есть это абсолютно неправильно. Надо показать, что он активен, что он не боится. Давайте, что сделаем? А, у нас, кстати, там вот Крым был, может, в Крым съездить? Ну, давай съездим, давно пора. На самом деле же давно было понимание, что есть системная такая проблема путинского образа. Он оторван от страны, он давно уже никуда не ездит, он там сидит в своем бункере, все эти разговоры про бункеры и бронепоезда и двойников, то есть он становится вот такой, ну, бесконечно оторванный от народа, от людей. То есть картинка, где он с людьми, в любом случае нужна, стратегически, так сказать, да, где он в глубинке, вот в людях, так сказать, с народом, вот. Ну, а тут как раз информационный повод подогрел, надо прямо сейчас это делать. Я думаю, вот и помчались моментально. Давайте. Это ведь не случайно, что вот он вот именно сейчас взял и все-таки поехал в Крым. С учетом его такой вот маниакального страха и вот за свою безопасность, он вдруг едет туда, куда, в принципе, может долететь украинская ракета. Беспилотник, ракета нет, беспилотник. Ну, да, ну, неважно. Короче говоря, где его могут убить, да, и он берет и едет туда. Это вообще похоже на какой-то такой, ну, отчаянный шаг, то есть, чтобы вот для внутренней своей аудитории просто перебить все новости про Гагу. Понятно, что перебить их нельзя, но мне кажется, что он пытался именно это сделать. Ну, я же ровно про это и сказал, да, что он пытается ответить на вот вражеский шаг, враг делал шаг с помощью Гаги, он отвечает с помощью демонстрации своего присутствия в народе, демонстрации того, что он не испугался, что вот он активен, он плевал вообще на все ваши Гаги, он делом занимается. И действует это на людей? Ну, как на практическом уровне это сработает, то есть, это лучше, чем если бы он не поехал. Согласитесь, что открытие художественной школы это слабенько, так, потому что 9 лет присоединению Крыма, где все эти парады, где все эти георгиевские ленточки, вся эта византищина, все эти почетные караулы, все эти генералы, лимузины, ведь, ну, мы привыкли, по-другому Путин отмечает всякие там даты. Да, не хватило вот этого всего, согласен, было бы лучше, если бы еще и это было, но не успели организовать, не смогли, не справились, то есть, до этого они приняли решение в целом, что праздновать присоединение Крыма широко не будем, потому что, ну, действительно, настроение, что называется, не праздничное, широкие торжества по поводу побед десятилетней давности, лишь подчеркнут полное отсутствие побед сегодня, вот, и это неправильно, не надо, и поэтому вот и решили, что ограничимся совещанием дистанционным, а тут, ну, решили съездить срочно, срочно стали что-то организовать, параду за ночь не организуешь, ну, а визит в детскую школу можно, а что там у вас готово, детская школа готова, ну, окей, в детскую школу едем, давайте там подмечать спаллы, край краски. Он ведь даже не сказал ничего, что они будут там защищать Крым, там, что им гарантирована безопасность в Крыму, вообще ничего не сказал. Знаете, он сейчас находится, если можно так говорится, в плену своей собственной взятым им, плену взятого им самим курса на некую нормализацию войны, то есть в силу отсутствия военных побед, он сейчас пытается сделать вид, что война лишь небольшая часть нашего, так сказать, нашей жизни. Ну, то есть, да, есть война, вернее, СВО, но все остальное на самом деле идет по плану, там, корабли бороздят, значит, большого театра и так далее. Большое спасибо, Бас Галямов, большое спасибо, все наше время подошло к концу, мы благодарим вас за участие в нашей программе. Большое спасибо. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова